Как выглядят самые опасные и инновационные подводные лодки Соединенных Штатов? Вы видели, какого они размера? А сколько вооружения на них? Парочка таких субмарин может и несколько континентов снести. Я покажу вам самые невероятные подводные лодки, которые стоят на вооружении, а, наконец, оставил самую опасную и секретную разработку. И начну с флагмана ВМС США. USS Virginia или SSN-774 – это головной корабль одноименного класса многоцелевых атомных подводных лодок. Разработка класса подлодок Virginia началась в 90-х годах прошлого века как часть программы по созданию более доступной альтернативы классам Sea Wolf, которые оказались чрезвычайно дорогими в производстве. Хотя про одну такую лодку я расскажу чуть дальше, потому что это настоящий монстр. Ладно, а что вообще значат все эти классы? Фактически, это категория, в которую включаются подводные лодки, обладающие схожими конструктивными и техническими характеристиками, назначением и возможностями. Другими словами, класс – это группа подводных лодок, построенных по единому проекту и обладающих одинаковыми основными параметрами, такими как размеры, вооружение, глубина погружения, скорость, силовая установка и задачи, которые они выполняют. Один модельный ряд, в рамках которого делают рестайлинг под определенные задачи и вооружение. USS Virginia была официально заложена 18 сентября 2002 года на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут. Спуск на воду состоялся 6 августа 2003 года, а введена в эксплуатацию подлодка была 13 октября 2004 года. Этот корабль стал первым из серии лодок, которые предназначены для выполнения широкого спектра задач от противолодочных операций до атак на наземные цели с использованием крылатых ракет. Это одни из самых опасных подводок на планете. А что по габаритам и возможностям? USS Virginia имеет длину около 115 метров и водоизмещение около 7800 тонн в подводном положении. Ее мощная атомная энергетическая установка позволяет развивать подводную скорость свыше 46 километров в час и находиться под водой практически неограниченное время, так как лодке не требуется всплывать для дозаправки. Реактор С-9Г, который используется на подлодке, рассчитан на эксплуатацию без замены топлива на протяжении всего срока службы корабля около 30 лет. Максимальная глубина погружения USS Virginia составляет примерно 240 метров, что делает ее одной из самых скрытных подводных лодок. Современные технологии подавления шума позволяют ей оставаться практически невидимой для сонаров противника, что критически важно для подводных миссий в условиях современной войны. USS Virginia оснащена четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 мм, предназначенными для запуска тяжелых торпед Mark 48, которые являются основным противолодочным и противокорабельным вооружением. Лодка также способна запускать крылатые ракеты Tomahawk, что позволяет ей наносить удары по наземным целям на дальности более чем 1600 километров. Подлодки класса Virginia могут нести до 12 крылатых ракет в вертикальных пусковых шахтах, что значительно увеличивает их ударный потенциал. Интересной особенностью USS Virginia является наличие отсека для беспилотных подводных аппаратов, что позволяет использовать их для разведки и других специальных миссий. Это делает подлодку высокотехнологичной платформой для ведения современной войны с использованием дронов. Встречайте, USS Oregon. Это одна из самых современных атомных подводных лодок класса Virginia, представляющая собой важнейшую часть американского подводного флота в 21 веке. Она входит в состав модернизированных подводных лодок блок-террета класса Virginia, которые отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками и боевой мощью. Поверьте, она вас удивит. Процесс создания USS Oregon начался в рамках программы по развитию подводных лодок класса Virginia, которая стартовала в конце 90-х годов. Первоначальной задачей было создание многоцелевых подводных лодок, способных выполнять широкий спектр задач, включая борьбу с вражескими подлодками, наземные удары, разведку и поддержку спецопераций. USS Oregon получила улучшения в области боевой эффективности и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с предыдущими версиями. Официальная церемония закладки USS Oregon состоялась 8 июля 2017 года на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут. А спуск на воду произошел уже 5 октября 2020 года. Это очень быстро. После ряда тестирований и морских испытаний подлодка была официально введена в состав ВМС США 28 февраля 2022 года и сейчас регулярно находится на боевом дежурстве. Это очень опасная подводная лодка. Сейчас поймете почему. USS Oregon имеет стандартные размеры для подводных лодок класса Virginia. Длина составляет около 115 метров, ширина – примерно 10 метров, а водоизмещение – около 7800 тонн. Подлодка оснащена атомной силовой установкой, которая позволяет ей развивать подводную скорость свыше 46 км в час. Энергетическая установка включает реактор S9G, рассчитанный на 30 лет эксплуатации без необходимости замены топлива, что делает лодку автономной на протяжении ее службы. Максимальная глубина погружения USS Oregon составляет около 240 метров. Ее подводные системы подавления шума и скрытности позволяют выполнять боевые задачи, оставаясь незаметной для вражеских систем обнаружения. USS Oregon тоже вооружена четырьмя торпедными аппаратами для запуска тяжелых торпед Mark 40-8, но помимо них подлодка имеет вертикальные пусковые шахты, которые позволяют запускать крылатые ракеты Tomahawk. И да, для этой подводной лодки есть модификации с ядерной боеголовкой. Опасно? Да, но не так, как следующая субмарина в моем списке. USS Columbia — это головной корабль нового класса атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, которые призваны заменить подводные лодки класса Ohio, стоящие на вооружении ВМС США с 80-х годов. Класс Columbia разрабатывается в рамках программы по обеспечению стратегического ядерного сдерживания в 21 веке, и USS Columbia станет важнейшей частью этой системы. Подлодки этого класса будут обеспечивать выполнение важной миссии по стратегическому ядерному сдерживанию вплоть до конца 21 века. Проект класса Columbia был запущен в конце 2000-х годов, когда стало очевидно, что подводные лодки класса Ohio начинают устаревать и нуждаются в замене. Новые лодки должны были быть более технологически продвинутыми, иметь более длительный срок службы и быть экономически эффективнее в эксплуатации. Основные работы по проекту начались в 2014 году, когда был утвержден дизайн подлодки, а строительство USS Columbia началось официально 6 октября 2020 года на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут. Ожидается, что спуск на воду USS Columbia произойдет в 2026 году, после чего лодка пройдет все необходимые испытания. Официальное введение в эксплуатацию запланировано на 2030 год, когда она заменит первые подводные лодки класса Ohio, которые начнут выводить из состава флота. USS Columbia будет иметь длину около 170 метров, что делает ее одной из самых крупных подводных лодок, когда-либо построенных для ВМС США. Водоизмещение подлодки будет составлять примерно 20 800 тонн в подводном положении, что также значительно превышает размеры и вес большинства многоцелевых подводных лодок. Одной из главных особенностей USS Columbia станет новый реактор, который не потребует замены топлива на протяжении всего срока службы лодки около 42 лет. Этот реактор обеспечит подводной лодке полную автономность в плане энергообеспечения на весь срок ее службы, что значительно снизит расходы на эксплуатацию и ремонт. Максимальная скорость USS Columbia под водой составит более 37 километров в час, что соответствует средним характеристикам стратегических подлодок. Им не нужно маневрировать и участвовать в боях, они атакуют всего один раз. Глубина погружения, как и у большинства лодок с баллистическими ракетами, будет ограничена из-за их больших размеров, но ее точные значения остаются засекреченными. Однако, благодаря современным технологиям снижения шума и скрытности USS Columbia, будет одной из самых незаметных подводных лодок в мире, что крайне важно для выполнения ее стратегических задач. Но что мы только о воде. Вот что делать, если вы попали в ДТП в США? Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Основное вооружение USS Columbia составляют баллистические ракеты Trident II, которые являются одним из ключевых элементов ядерного арсенала Соединенных Штатов. Каждая лодка будет иметь 16 пусковых шахт для этих ракет, что меньше, чем у подлодок класса Ohio, где было 24 шахты. Но современные технологии позволяют достигать аналогичных, а возможно и лучших боевых возможностей при меньшем количестве ракет. Ракеты Trident II имеют дальность более 12 тысяч километров и могут нести несколько боеголовок с индивидуальным наведением, что делает их одним из самых мощных стратегических вооружений в мире. Это оружие обеспечивает Соединенным Штатам возможность нанесения ответного удара в случае начала ядерного конфликта. А подводные лодки класса Columbia, благодаря своей скрытности и высокой автономности, могут находиться на боевом дежурстве долгие месяцы, оставаясь незамеченными для противника. Помимо ракетного вооружения, USS Columbia будет оснащена торпедными аппаратами калибра 533 мм, которые предназначены для обороны лодки в случае столкновения с вражескими подводными лодками или надводными кораблями. Однако основная задача этой подлодки – стратегическое сдерживание. Поэтому ее торпедное вооружение используется в основном для самозащиты. Но что необычного уже есть на вооружении ВМС США. Сейчас покажу. USS Jimmy Carter – это последняя и самая уникальная подводная лодка класса Sea Wolf, которая была специально разработана для выполнения задач в условиях интенсивного конфликта с Советским Союзом во времена Холодной войны. Но после ее окончания изменения в мирополитической обстановке привели к изменениям в концепции военно-морских сил Соединенных Штатов. Вместо запланированных 29 единиц класса Sea Wolf были построены только три. И USS Jimmy Carter выделяется среди них своими специфическими возможностями. Заложенная 5 декабря 1998 года и спущенная на воду 5 мая 2004-го, USS Jimmy Carter была введена в строй 19 февраля 2005-го. Ее назвали в честь Джимми Картера, 39-го президента Соединенных Штатов, который в молодости служил на подводной лодке. Ключевое отличие USS Jimmy Carter заключается в наличии многомиссионного отсека, который увеличивает длину подлодки на 100 футов. Этот отсек позволяет осуществлять широкий спектр спецопераций, включая использование мини-подлодок, специальных подводных аппаратов и даже развертывание команд спецназа. Также подлодка оборудована для выполнения задач по взлому подводных коммуникационных кабелей и сбору разведанных, что делает ее одним из наиболее важных инструментов в арсенале военно-морских сил Соединенных Штатов для проведения скрытных операций. USS Jimmy Carter имеет длину около 123 метров и водоизмещение примерно 12 тысяч тонн в подводном положении, что делает ее значительно более крупной по сравнению с обычными многоцелевыми подводными лодками, такими как лодки класса Virginia. Это также делает ее самой крупной подводной лодкой в составе флота Соединенных Штатов, не считая стратегических подлодок класса Ахайо и разрабатываемой Колумбия. Энергетическая установка USS Jimmy Carter включает в себя атомный реактор, который позволяет лодке развивать скорость более 46 километров в час под водой и оставаться в море практически неограниченное время, поскольку атомная установка не требует дозаправки. Максимальная глубина погружения лодки засекречена, но предположительно она может достигать около 600 метров, что значительно больше, чем у большинства подводных лодок. USS Jimmy Carter, как и ее модификации, оснащена 8-ю торпедными аппаратами калибра 500-33 мм. Эти торпеды являются основным оружием подлодок класса Sea Wolf и предназначены для борьбы с вражескими подводными лодками и надводными кораблями. Кроме того, USS Jimmy Carter может запускать крылатые ракеты Tomahawk, что позволяет ей наносить удары по наземным целям на дальностях до 1600 километров. Одна из главных особенностей USS Jimmy Carter — это ее способность выполнять секретные разведывательные миссии и специальные операции, которые могут включать перехват подводных коммуникаций, внедрение специальных подразделений на территорию противника и даже подводные диверсии. Лодка также способна работать в арктических условиях, что делает ее важным инструментом для обеспечения американского присутствия в Арктике и выполнения операций в северных широтах. Ну и, как обещал, настоящая новинка, которая только на стадии проектирования. Electric Boat Corporation, входящая в состав General Dynamics, является ведущим производителем подводных лодок в Соединенных Штатах и активно занимается разработкой новых технологий в этой области. Недавно на одном из ресурсов были опубликованы изображения, предположительно демонстрирующие проект будущей атомной подводной лодки SSNX. Это обозначение используется для экспериментальных атомных подлодок, предназначенных для уничтожения вражеских подводных лодок. Отметим, что X в названии SSNX символизирует именно экспериментальный характер разработок. Для программы SSNX в бюджете ВМС Соединенных Штатов на 2024 год запланированы траты в размере 544,7 миллиона долларов, направленные на исследование и разработку. Эти подводные лодки призваны заменить собой лодки класса Virginia и предполагается, что они будут оснащены гиперзвуковыми ракетами. При этом основное внимание уделяется усилению возможностей по борьбе с подводными лодками противника, что делает данную разработку аналогичной по стратегической направленности классу Sea Wolf, создававшемуся в годы Холодной войны для противодействия советским подводным лодкам. Публикации изображений могут не полностью отражать истинный вид и характеристики разрабатываемых подлодок, однако из доступной информации следует, что они имеют некоторое сходство с подлодками класса Virginia. В частности, это касается наличия ограниченного числа торпедных аппаратов, что подчеркивает акцент на морской бой. Одной из особенностей новых подлодок может стать применение так называемого «конформного гидролокатора», который интегрируется непосредственно в корпус лодки, обеспечивая лучшую аэродинамику и улучшенные возможности по размещению вооружения, особенно в передней части судна. Это нововведение может значительно повысить боевые возможности лодок, делая их еще более эффективными в условиях современной морской войны. А какая подводная лодка удивила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментариях. И спасибо за просмотр, друзья!